С початку сбор документов на кшталт доведок об составе семьи и характеристик из места працы потом непосредна медицинская комиссия. У Раши кажут, что подмануть их немогчимо. Усе с великим опытом практичной работы. Иншая справа, что значная колькость призывников по стане здоровья у мирный час для войсковой службы не подыходит. Сдевляться тут немашему. Со спортом севровать стали меньше, зато и перед компьютером знаходятся годинами. Где-то около 30% призывников на сегодняшний день являются негодны к службе в армии в мирное время. И заболевания, по которым негодны считаются, это сердечно-сосудистая система, в основном нарушение ритма, опорно-двигательная система, плоскостопие, сколиозы, кифозы. Еще около 40% призывников по разных причинах отримливаются от терминовки от военной службы. Разом с тем, никаких проблем с комплектованием у Збройных сил у военкоматах не бачить. У селяки мрази призывников хапая и у зенитно-ракетной части, и у авиацию. Тем больше, что тых, кто жадает служить. Сирот с ужасной молоди – шмат. Род войск, зенитно-ракетные войска. Это непосредственно охрана государства, то есть боевое дежурство. Хочу в этом поучаствовать. Первая отправка нового пополнения во Узбройные силы из Гомеля запланована на 16 листопада. Молодые люди погаджаются. С пожатку будет непросто. У армии зусим иншил от життя. Але по великим рахунку – это часовые тяжкости. Притым, что плюсы от службы так само немалые. Желательно иметь готового специалиста. А вооруженные силы способны подготовить как в военном отношении специалиста, так и в гражданском. Поэтому я думаю, что молодые люди ничего не потеряют, а наоборот только приобретут, когда пройдут службу в вооруженных силах.